Алмалыхский горно-металлургический комбинат это крупнейшее в Узбекистане промышленное предприятие, которое не только производит самую различную продукцию, но и является своеобразным полигоном для освоения современного высокопроизводительного оборудования и новых технологических процессов. И большую роль здесь играют научные разработки специалистов одного из подразделений АГМК Центральной лаборатории новых технологий. Опытная обогатительная фабрика, входящая в состав Центральной лаборатории научных технологий АО «Алмалыхский ГМК», введенная в эксплуатацию еще в 1954 году, по сей день стартовая площадка для пробирования многих технологических разработок и процессов. Именно здесь ведется отработка технологических регламентов для последующей передачи на действующие обогатительные фабрики МОФ и МОФ-2. Съемочная группа программы побывала на фабрике 22 января. О деятельности опытной обогатительной фабрики, о задачах, стоящих перед ее коллективом сегодня, нам рассказал начальник, опытнейший специалист Николай Багрянский. С освоением рудника «Юшлик-1» в данный момент мы сейчас проводим полупромышленные испытания на руде «Юшлик». Для чего? Для того, чтобы выяснить содержание, процент извлечения. И основная наша задача – это получение концентратов медно-молебденовых и перитных с последующим извлечением металлов из них. Мы, значит, работаем, отрабатываем, вернее, технологический регламент на основании рекомендации. Есть такая организация НИИ, ООО НИИ Томст, российская, которые предложили свою технологию. Мы до этого работали по этому же регламенту на руде «Калмакыр». Были довольно хорошие результаты, поэтому работу продолжили с рудой «Юшлик». Внешне технологический процесс опытной обогатительной фабрики очень напоминает аналогичные процессы на МОФ и МОФ-2, но в уменьшенном объеме. Руда также поступает сначала в дробильное отделение, а затем проходит все стадии измельчения, флотации, селекции и сушки. Пробы отправляются на исследования в лаборатории. Экскурсию по участкам фабрики для нас провела инженер-технолог Ольга Проскурякова. Этот прибор предназначен для стирания в рот, который мы отправляем на сумму анализ сам. Им такая очень нужна, как бы, нравится, чтобы определить полезные компоненты. В день съемки оборудование обслуживали флотатор с 33-летним стажем Сайора Курдашева, машинист-мельниц Николай Гордеев, слесоремонтник Евгений Дорошенко и начинающий специалист Умита Лимбаев. Организация всего процесса на опытной обогатительной фабрике занимается небольшой, но сплоченный коллектив, в штате которого всего 25 человек. Но зато каких! Самые опытные машинисты-мельницы – это Еремин Андрей Николаевич, Гордеев Николай Александрович, лаборант флотационного анализа – это Мустафаева Жиретия Фуковна, и машинист-мельницы лабораторный – это Шайдулина Валентина Кашаповна. И ряд флотаторов, ну, к примеру, Антонова Наталья Викторовна. Я думаю, что все остальные у нас уже и молодежь подтягивает. Вот именно подтягивается. Мы уже доверяем им старшими в смене быть. В двух сменах сравнительно молодые наши флотаторы, но они вполне справляются с работой. 22 января с утра шел снег, и территория фабрики была одета в красивые белые наряды. А вы приходите к нам весной, – пригласила съемочную группу программы Ольга Проскурякова. У нас очень красиво, когда все в зелени и в цвету. Придем с удовольствием, пообещали мы. И в очередной раз расскажем о новых достижениях коллектива опытной обогатительной фабрики Центральной лаборатории новых технологий Алмалыкского горно-металлургического комбината. Коллектив у нас, это и русский, неплохой. И вообще коллектив фабрики, я считаю, справится с поставленными задачами.